Сейчас из-за ремонтных работ, которые ведут специалисты теплосетевой компании, ряд улиц краевой столицы перекрыты. К примеру, на Партизанской в рамках инвестиционной программы СГК реконструирует участок магистральной тепловой сети. Специалисты заменят 500 метров трубопровода, а на улице Брестской на 100 метров больше. Там обнаружили 7 повреждений во время проведения гидравлических испытаний в 2019 и в 2022 годах. Все понимают, что ремонт проводить необходимо, но и неудобства для жителей города нужно минимизировать. Об этом шла речь на выездном совещании. Есть у нас целые улицы, которые на сегодняшний день перекрыты, либо целиком, либо пересечения этих улиц, если теплотрассы пересекают. И, конечно, движение где-то и транспорта, и пешеходов затруднено, в том числе и жителей этих ближайших домов. Поэтому это не может не волновать органы местного самоуправления. Переживают и сами горожане, и в свою очередь обращаются в администрацию с вопросами. Успеют ли специалисты теплосетевой компании завершить такой объем ремонтных работ к холодам, чтобы отопление в Барнауле подали вовремя. Сергей Татьянин напомнил руководителю СГК, что все ремонтные работы необходимо завершить до 15 сентября. Далее оперативно устранить перекопы. Оперативно стараемся засыпать. Может быть, конечно, асфальт положить мы на следующие сутки не успеваем, но обратную отсыпку осуществляем. Осуществляем подсыпку щебнем. Там, где есть возможность, мы сразу осуществляем. Александр Гросс пообещал по возможности оптимизировать графики работы. Добавил, что в этом году в планах ремонта и реконструкции более 30 объектов общей протяженностью 32 километра. Сейчас в городе завершили опрессовки теплосетей. На последнем ее этапе пришлось отключать от водоснабжения более 70 тысяч потребителей. На утро 16 августа осталось устранить 4 повреждения, влияющих на подачу воды. Дмитрий Дроздов. День с толком.